Дорога смерти для РФ на Курщине. ВСУ уничтожили штаб оккупантов и разбили 155-ю бригаду морпехов. Американские танки Абрамс уже утилизируют россиян по полной. Лютая война кадыровцев и дагестанцев под Херсоном. Кадыров уже в Москве. Путин сбежал из столицы. И, конечно же, удар по российским спиртзаводам «Медведев» вышел в прямой эфир. Приветствую, друзья! Это «Итоги недели». И начинаем сразу же с главного и очень болезненного события для путинской России. Тут на неделе вооруженные силы Украины ударили по российским спиртзаводам. Первым на произошедшее отреагировал главный кремлевский алкоголик Дмитрий Медведев. К вашему вниманию прямая речь, так сказать, официальное обращение Димона. Я обращаюсь к киевской хунте. Слушайте внимательно. Вы можете бомбить наши нефтебазы, вы можете бомбить наши авиабазы, вы можете разваливать наши склады. Но если еще хоть один спиртзавод пострадает, вам пи***но. Вы слышите? Еще одна атака на спиртзавод, и мы пи***ем ядеркой в ответ. Ясное дело, удар по алкоголю – это всегда болезненно для россиян. Но в данном случае, если говорить серьезно, спиртзаводы в России используются и для изготовления различных видов топлива для военных нужд, а также взрывчатых веществ. Все детали в нашем следующем материале. Ночь 22 октября в России была неспокойной. А все потому, что стратегические предприятия российских оккупантов поддались массированной атаке ВПЛА. Были поражения завод «Биохим». Это Тамбовская область. Это фактически, по большому счету, это спиртзавод. В Тульской области были поражены два спиртзавода – Лужковский и Ефремовский. И было поражение завода «Каучук». Беспилотники атаковали российское предприятие «Биохим» в Тамбовской области РФ. Сегодня в 5.20 утра в городе Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием. Максим Егоров, губернатор Тамбовской области. Сообщается, что «Биохим» производит разные виды спирта, а также топливо для военных нужд России и взрывные вещества. Спирт используется фактически при всех различных технологиях приготовления различных взрывчатых веществ в качестве либо растворителя, либо стабилизатора, либо растворителя и стабилизатора. Горело также промышленное предприятие в Воронежской области. Дежурными силами ПВО и средствами РЭП в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. Александр Гусев, губернатор Воронежской области. Атаки беспилотников подверглись Лужковский и Ефремовский спиртзаводы. Также российские власти сообщили о закрытии аэропорта в Нижнем Новгороде. Мощности по изготовлению легкой продукции, легкой промышленности, они полностью переоборудовали под военные. При этом маскируя их под, условно говоря, обычные гражданские объекты. На спиртзаводах делается ракетное топливо и авиационное топливо, в том числе, которое используется для военных нужд. Поэтому спиртзаводы – это полноценная военная цель. Плюс там российская армия хранит топливо. То, что россияне говорят, они чаще всего преуменьшают, у них задача такая. Поэтому я бы не рассчитывал серьезные заявления с их стороны. А тем временем на временно оккупированных украинских территориях Херсонщины кадыровцы покинули свои позиции и убежали в Чечню, подравшись перед этим с дагестанцами. Ну и знаете вообще, кадыровцы – это отдельная тема. Страсти вокруг них накаляются. В различных телеграм-каналах появилась информация, что кадыровцы покидают позиции на Херсонском направлении фронта. Далее мы узнаем, что в Чечне неизвестные из-за лесного массива расстреляли двигавшуюся возле Грозного колонну Росгвардии. На опубликованных кадрах видны продырявленные пулями военные грузовики «Урал» и тело убитого росгвардейца. При этом кадыров публикует в соцсетях милое фото с главарем нацгвардией Золотовым. А на фоне этого всего Алаудина выстраивает истерику в эфире Роспропаганды, а сын Рамзана показательно достает оружие и устраивает стрельбу. Что же вообще происходит? Как этот круговорот событий связан с кромной войной, которую кадыров объявил Путину и его ближайшему окружению? Сейчас все поймете. Кадыровцы трусливо бегут с поля боя. Бойцы Рамзана Кадырова покидают блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области. На блокпостах, которые ранее контролировали исключительно бойцы Кадырова, теперь размещены российские солдаты. Кадыровцы трусливые, не воины, люди, которые просто таким образом, обманывая Россию, получают деньги, но воевать за Россию не хотят. Кроме того, на левобережье Херсонщины кадыровцы устроили разборки с дагестанцами. Эти конфликты завершились жесткими драками. Какие-то стычки происходили. Происходят с разной периодичностью. Опять-таки, они находятся на оккупированной территории. Они сами беззаконники, несут беззаконие и культивируют беззаконие. Соответственно, вседозволенность порождает полный бестудел. И пока кадыровцы, поджав хвост, покидают Украину и устраивают разборки, их вождь Дон-Дон встречается в Москве с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Мне было приятно услышать со стороны Виктора Васильевича высокую оценку деятельности чеченских бойцов Росгвардии, участвующих в специальной военной операции на Украине. Какая-то, получается, несостыковочка. Или кадыров и вовсе не знает, где находятся его войска и чем они занимаются. Целиком и полностью задача кадыровцев, вообще как понятие, это заниматься беспределом на оккупированных территориях той или иной страны, региона, народа. Вот это их задача. Задача терроризировать местное население. Это прямая задача. То есть Российская Федерация с самого начала, когда закладывала проект кадыровцы, не закладывала в это боеспособные подразделения. Им это не нужно. Потому что россияне, русские, они не хотят повторения, чтобы снова появился генерал Дудаев, полковник Масхадов и другие люди, которые разбираются в военном деле. Им не нужно это. Ну и в центре внимания снова оказался командир чеченского подразделения Ахмат, верная шестерка кадырова Аптия Лаудинов. Какой-то лопух сидит и озвучивает, что кто-то куда-то сбежал. Когда спецназ Ахмат сюда зашел, противнику не противостоял вообще никто. И если противник не взял курс и не взял вот эту атомную станцию, это только благодаря спецназу Ахматки в первую очередь. Это Лаудинов на российском ТВ оправдывает свои войска и уже по традиции обвиняет во всех неудачах Минобороны России. Последний раз, кстати говоря, это делал Пригожин. А где вы все тогда вместе взятые? Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росгвардия? Где наши доблестные пограничные службы? Ну давайте мы сейчас начнем. Я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороне и о других подразделениях. Не надо, что надо. Для вас не враги украинцы, понимаете? Для вас не враги украинские бандформирования. Для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг это чеченцы. У Аладдина такая двойная задача. Сохранить лицо кадыровцев и не потерять свое личное место. Потеряв свое место, Аладдинов станет никем. Он даже потеряет, у него даже не будет статуса подметать, грубо говоря, во дворе у Кадырова. Даже этого статуса у него не будет. Потому что он забрался высоко. Вы, наверное, заметили, как он его прям в красках наливается, когда ему говорят, товарищ кеннижал. Такого в Чечне при Кадыре такого не будет. Но тем временем 16-летний сын Кадырова стреляет в небо из ручного пулемета, трассирующими патронами. Что именно означает такая показуха, непонятно. Возможно, таким образом Кадыров напоминает о кровной мести. А теперь о Курской битве 2024. Окупанты такого точно не ожидали. Американские танки «Абрамс» в Курской области. Российская пропаганда уже паникует. Танки появились под прикрытием боевой машины пехоты «Брэдли», которая также произведена в Соединенных Штатах. Видео опубликовала 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Что же происходит на Курщине? Как наличие американских танков может повлиять на Курскую битву? Расскажем в нашем сюжете. Неожиданный удар по оккупантам. Американские танки «Абрамс» и боевые машины «Брэдли» крошат россиян в Курской области. Украинские осинспециалисты смогли локализовать место боевой работы. Это населенный пункт Новоивановка Курской области. К слову, россияне ранее заявляли, что они якобы освободили Новоивановку. Но, как мы видим, что-то у них пошло не так. А это свидетельство того, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины просчитал возможные дальнейшие сценарии развития событий и решил усилить, соответственно, позиции сил обороны Украины в моменте расширения зоны присутствия. Это видео опубликовали бойцы 47-й механизированной бригады. На кадрах видно, как американский танк «Абрамс» и боевая машина пехоты «Брэдли» обеспечили ротацию личного состава, огневую поддержку и уничтожение засевшей в домах вражеской пехоты. Окупанты отмечают интенсивность артиллерийского огня сил обороны Украины, что свидетельствует о передислокации в данный район соответственное средство поражения. Речь идет о ствольной реактивной артиллерии. Причем оккупанты отмечают тот факт, что интенсивность артиллерийского огня украинских сил обороны увеличилась в разы. Кроме этого, сообщается российской стороной о передислокации в Курскую область подразделении спецназначения сил обороны Украины. Причем речь идет о спецпроизначенцах, именно, скорее всего, речь идет о СССР и Главном управлении разведки Министерства обороны. По сообщениям, соответственно, российской стороны, задача данных подразделений это прощупать российскую оборону в момент поиска слабых мест и, соответственно, нанесение упреждающих ударов с целью прорыва российских позиций. Бои в Курской области очень интенсивны. Вооруженные силы Украины продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Вооруженные силы Украины провели ряд успешных контратак как в Суджинском районе Курской области, так и, соответственно, в Куреневских районах. Речь идет о том, что силы обороны Украины, по информации самих российских оккупантов, успешно контратакуют в районе населенных пунктов Зеленый шлях и Обуховка. Кроме того, оккупанты вынуждены признать тот факт, что на данном направлении происходит передислокация оперативных резервов сил обороны Украины и введение бронетехники, причем иностранного производства. Россияне, в свою очередь, пытаются оправдать медленный темп продвижения в Курской области, представляя это направление как очень сложное. И оккупанты вынуждены признать тот факт, что, соответственно, тактическая инициатива переходит к вооруженным силам Украины. И так называемое российское контрнаступление в Курской области, оно фактически дохлебнуло. Более того, сами оккупанты вынуждены признать тот факт, что ранние сообщения о взятии под контроль населенных пунктов Плехова, Малая Лакня, они оказались как минимум преждевременны. На данных направлениях осуществляется, соответственно, опять передислокация оперативных резервов вооруженных сил Украины и усиление, соответственно, инженерно-фортификационных сооружений. Ситуация на фронте в Украине остается действительно тяжелой. За прошедшие сутки было зафиксировано 134 боевых столкновения. Следует отметить, что на данный момент силы обороны Украины контролируют порядка 40% населенного пункта Горняк. Бои ведутся уже в районе рынка. Оккупанты пытаются продавить оборону вооруженных сил Украины. И причем главная их задача – это взятие под контроль локации вооруженных сил Украины. Речь идет о трассах Селидова-Покровск, Покровск-Карловка-Донецк. Это основная локация. Российские войска непрерывно атакуют позиции украинских войск. В то же время вооруженные силы Украины героически сдерживают врага. Есть определенные тактические успехи силы обороны Украины на именно самом Покровском направлении. То есть речь не идет ни о Селидово, ни о Мирноград. То есть до Селидово, Мирнограда и Покровск – это единая агломерация. Поэтому, когда говорят о Покровском направлении, то предразумевается непосредственно сам Покровск. Тем расстояние до Покровского – это порядка 7,5 километров. И тут речь идет о том, что силам обороны Украины удалось провести ряд успешных контратак и улучшить свои тактические положения в данном населенном пункте. Но это еще далеко не все плохие новости для российских вояк на Курском направлении фронта. Ракетным ударом уничтожен штаб армии Российской Федерации в Курской области, который обустроили в пятиэтажке. Предварительно известно, что удар был нанесен с помощью французских авиабомб. Также ВСУ отомстили одному из элитных подразделений армии РФ, которая причастна к зверскому убийству украинских военнопленных. Нашими бойцами был уничтожен целый взвод этих оккупантов. И что теперь? Солдаты КНДР спешат на помощь путинским солдатикам. По словам Кирилла Буданова, именно с сегодняшнего дня армия Ким Чен Ына начинает воевать на Курщине. Все подробности далее. Солдаты из КНДР с сегодняшнего дня уже воюют на фронте в Курской области. Об этом в интервью изданию Warzone заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Мы ждем первые подразделения завтра на Курском направлении. На данный момент неясно, сколько их или чем они будут оснащены. Мы увидим это через пару дней. Неудивительно, ведь до этого в сети уже появлялось видео северокорейских солдат на российских полигонах. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народной Курской Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих. По словам экспертов, сильного прорыва от нового врага ждать не стоит. Российская Федерация даже численностью личного состава спецподразделений в количестве до 50 тысяч не способна решить вопрос выдавливания подразделений вооруженных сил Украины с территории Курской области. Причем отмечу, что в Курской области сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской армии. Поэтому говорить о том, что 2,5 тысячи спецназовцев с КНДР каким-то кардинальным образом изменят ситуацию на поле боя, ну, я бы не стал преувеличивать возможности. Тем более, что украинские войска на Курщине продолжают наступать и прорывать границу с Россией в других местах. По последним данным, снова в районе Теткина. И то, что сейчас происходит в Курской области, по сообщениям самой российской стороны, это успешный характер атак вооруженных сил Украины. Да, есть информация о возможных прорывах российско-украинской границы. Причем не только на территории Курской области, но и, соответственно, в соседних Белгородской и Брянских областей. То есть речь идет о том, что украинская сторона, по всей видимости, будет расширять зону присутствия силы обороны Украины непосредственно на территории потенциального врага. Информация о фактическом вступлении в войну третьей страны сильно обеспокоила мировое сообщество. Они получают отчеты и возможности открыто, прямо на фронте. Есть их рабочая сила. Так что такая обратная связь из настоящего поля боя дает возможность Северной Корее модернизировать свое оружие, боеприпасы, амуницию и даже обучать их людей. И меня это очень беспокоит. В свете последних событий даже пошли слухи, что Южная Корея может отправить своих военных и боеприпасы в Украину, как и страны НАТО, о чем ранее уже говорил президент Франции Макрон. В настоящее время консенсуса по поводу отправки войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла победить в этой войне. Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели. По поводу введения воинских контингентов Южной Кореи и, соответственно, стран НАТО нет. По всей видимости, это политические заявления, которые не перейдут в плоскость реальных действий. То есть законодательством Южной Кореи запрещена даже поставка вооружений в зоны боевых действий. Соответственно, станет вопрос либо смены Конституции данной страны, либо же возможности поставки тех же артиллерийских снарядов через третьи страны, как это было до этого времени. Как бы там ни было, войскам оккупантов на Курщине ох, как не сладко. После жестокого убийства девятерых украинских военнопленных Курской области, подразделения вооруженных сил Украины уничтожают виновных 155-ю бригаду морской пехотой. Да настолько успешно, что Кремлю придется ее восстанавливать снова. Ну, начнем с того, что это уже третий, скажем так, состав личного состава данной бригады. Данная бригада понесла тяжелейшие потери в личном составе во время безуспешного боя в районе Угледара. На данный момент подразделения 155-й бригады переброшены как раз в район украинского наступления. Это «Зеленый шлях». И то, что происходит сейчас с 155-й бригадой, это, соответственно, колоссальные потери в личном составе. Причем речь идет о том, что это уже не те подготовленные специалисты с первого состава, то есть которые имели достаточный боевой опыт, боевое слаживание. Поэтому не случайно данную бригаду называют «Франкенштейн». Ну а теперь мы резко сменим тему. Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с Путиным. Они обсуждают, цитата, «личные темы, деловую и геополитическую напряженность». Об этом пишет американская пресса со ссылкой на свои источники. Сообщается, что правительство США в курсе этого, но держит переговоры в секрете. Кроме Путина, Маск общался также с главой его администрации Кириенко. В чем резон данных бесед и к чему это все может привести? Сейчас все поймете. Последние события вновь подогревают разговоры о том, что Илон Маск и Владимир Путин ведут скрытую игру на пересечении бизнеса и политики. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства. Большое расследование, проведенное The Wall Street Journal, лишь подтверждает тесные контакты миллиардера с Путиным и его чиновниками. Он меня называет своим другом. Я с удовольствием называю его своим другом. Как выяснили журналисты из Дания, связи бизнесмена и российского диктатора подтвердили несколько официальных листов США, Европы и России. И темами их разговоров становятся бизнес, личные и геополитические вопросы, возникающие на фоне усиленной напряженности между Россией и Западом. К тому же, Маск неоднократно озвучивал предложения, совпадавшие с риторикой Кремля. В частности, он предлагал провести новые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и призывал к нейтральному статусу страны. Это вызвало шквал критики, поскольку подобные идеи повторяют требования Москвы. Согласно плану Маска, воюющие страны должны повторно провести референдум в недавно присоединенных к России украинских регионах под контролем Организации Объединенных Наций. Крым, вероятно, должен остаться в составе Российской Федерации, как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева, который передал полуостров в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году. В свою очередь, Маск общению с Путиным подтверждения не дает. Отмечает лишь, что имел только один разговор с диктатором и тот в 2021 году. А связь с российскими чиновниками продолжалась и в 2022 году, включая переговоры с представителями Кремля, такими как первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. Детали этих обсуждений остаются неизвестными. В свою очередь, источник, утверждающий о политической связи между двумя фигурами, также заявляет, что американское правительство знает обо всем, держит в секрете, но и восторга не испытывает. Приезжай к нам в Россию. У нас любовь, уважение. У нас Россия большая. Приезжайте сюда. Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь. Мы русские. Ждем тебя. Контакты Илона Маска с российским президентом, отвечает издание, беспокоят некоторых сотрудников действующей американской администрации, поскольку Соединенные Штаты рассматривают Путина как одного из своих главных противников. При этом у Маска есть допуск определенной секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами. Один человек, знакомый с разговорами, сказал, что правительство стоит перед дилеммой, поскольку оно очень зависит от технологий миллиардера. В свою очередь, Кремль также отреагировал на расследование. Дмитрий Песков заявил, что единственное общение Кремля с Маском – это один телефонный разговор, во время которого они с Путиным обсуждали цитата «космос», а также текущие и будущие технологии. Кроме того, он сказал, что ни Путин, ни чиновники Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском. Также, по данным издания, в конце 2023 года Путин попросил Маска не активизировать терминалы спутниковой связи «Старлинк» на Тайване, чтобы оказать услугу лидеру КНДР Си Цзиньпину. В целом, хоть ни один из них напрямую не признал личные контакты, их публичные комментарии часто перекликаются и создают впечатление тонкой дипломатической игры. Маска, я думаю, что Маска остановить невозможно. Он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Маск, управляя своими активами и социальными платформами вроде X, становится влиятельной фигурой, способной продвигать свои взгляды на мировую политику, включая неофициальные мосты с такими террористами, как Путин. От Илона Маска к патриарху Кириллу и такое бывает. Очередной дикий трэш в Российском Королевстве Кривых Зеркал. Патриарх Кирилл в миру Владимир Гундяев написал беременным письмо, которое будут выдавать в женских консультациях в 16 российских регионах. Оно будет вложено в так называемую папку помощи, в которой описаны виды поддержки беременных и родивших женщин. Я процитирую. Помните, что вы не одни. Рядом с вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие, говорится в письме. Организатор акции, руководитель проекта «Здравствуй, мама» Наталья Москвитина рассказала, что инициатива направлена на профилактику аборта. Все подробности в нашем следующем материале. В России придумали новый способ борьбы с абортами. Беременным в поликлиниках будут выдавать письмо от патриарха Кирилла. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный. Его все предзнают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться, как по движению волшебной чпалочки. От всего сердца поздравляю вас с этим судьбоносным событием в вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Надеюсь, что вскоре усилиями и волею своих родных младенец приобщится ко Христу. Демография падает, а российские деятели уже не знают, как с этим бороться. По телевидению даже запустили специальное шоу. Это первая в России телевизионная служба спасения от абортов, прямая линия жизни. Когда-то меня саму трижды направляли на аборт, и я стояла перед этим страшным выбором. Я сохранила все свои беременности и стала счастливой мамой. Теперь каждую неделю в прямом эфире я с командой единомышленников помогаю вам сохранить вашу беременность. Проповеди священников одна агрессивнее другой запугивают прихожан как могут. У тебя в очреве не твое, не трожь, попробуй только убей, зачатая. В порошок будешь сотрена, в порошок. Никакого счастья никогда не будешь иметь. Женщине дана утроба, чтобы рожать. И грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью. Зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. ЛГБТ запретили. Аборты официально нет. Но клиники массово стали отказываться от процедуры из-за давления, как в фильме ужасов. Детям в школе аборты стали показывать крупным планом. Пропаганду Child Free также запретили. Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы, запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду. Кроме этого, теперь о своем репродуктивном здоровье нужно отчитываться перед работодателем. А давать женщине образование, по мнению российских чиновников, ошибка. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность. И это уводит ее семьи. В это время кто же будет рожать детей, кто будет заботиться о детях, воспитывать, создавать уют. Депутаты Госдумы один лучше другого. А кто налог на бездедность предлагает вводить? Мы сегодня понимаем, что если ввести налог на бездедность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, да, пустить на тех детей, которые еще ни на что остались без родителей. А кто даже детей покупать? Если уже мамочка не хочет, соответственно, ребенка, выкупать надо, чтобы этот ребенок выжил, чтобы его не убивали. Дальше государство уже через отлаженную систему социальной помощи, соответственно, должна сделать и вырастить из него человека. Это еще право ребенка выжить в данной ситуации. И государство, если отдельные матери не понимают этого, должно выкупать этих детей у этих дам. Как только не изворачиваются все, чтобы заставить женщин больше рожать, но при этом вообще не заниматься повышением уровня жизни и борьбой с нищетой. Государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали, после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. С чем в самой скрепной стране будут бороться дальше, вы не поверите. Вот глава организации «Отцы России» озвучивает новую главную угрозу для деторождения. И еще вещи можно назвать деструктивными, потенциально, которые, может быть, нужно ограничить или запретить. Что еще это может быть? Феминизм. Феминизм. Почему? Ну, потому что как только вот эти все феминистические движения пошли, они же разрушили семью. И, конечно, все, только бы не заканчивать войну. Ведь то, как они говорят, обнулили почти миллион российских мужиков, это не проблема. Главное придумать, как заставить женщин, чтобы новых нарожали. А еще на неделе генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш посетил саммит Брикс в Казани, что возмутило многих украинцев. Мы расскажем, какова была цель этого визита и о том, что происходит на самом саммите. Небольшой спойлер, это какой-то мордор. Смотрим. Проигнорировал первый саммит мира в Швейцарии, но не смог отказаться от поездки в Татарстан на саммит Брикс. Генсек ООН Антонио Гутерреш прибыл с неанонсированным визитом в Россию. Первыми об этом раструбили россияне. А уж позже пришлось признаваться и организациям. Это стандартная практика посещения заседаний организаций с большим количеством важных государств-членов. Это заседание имеет огромное значение для работы организации объединенных наций, поскольку страны Брикс представляют около половины населения мира. В ООН уточнили, что Гутерреш не смог отказаться от возможности провести двусторонние переговоры, где планируют поднять вопросы, касающиеся Украины, сектора газа и свободы судоходства в Черном море. Также ожидается, что 24 октября Генсек ООН лично пообщается с российским диктатором. В украинском МИД поездку Генсека ООН раскритиковали. Он едет поддержать фашистскую диктатуру. Я не знаю, кто ему это посоветовал или же кто его и чем шантажирует, но это не поддержка глобального юга, не поддержка стран, которые недоедают, тех стран, которые пытаются вырваться из бедности. Ты поехал к тем, кто 80% своего бюджета тратит на войну. Гутеррешу можно напомнить, что его организация создавалась как раз против войны, а он поехал как раз поддержать тех, кто сегодня больше всего в мире тратит на убийство. На убийство, понимаете, этот каравай был не из хлеба, он был с кровью. Он приедет сюда и будет нам снова рассказывать, как он плохо себя чувствовал в Бородянке. Каравай и Чак-Чак. Генсек ООН фактически разделил с теми политиками, которые так или иначе помогают России в ее колониальной политике и захватнической. Войне. Внимание официальных СМИ, тех же РИА Новости, больше приковано даже не к Путину, а Си Цзиньпину. Вот он слушает калинку. А вот пропагандистка Симоньян расплывается в любезностях, поясняет, почему ее дети учат китайский язык. Все меня спрашивают, а зачем твои дети учат китайский? Мне кажется, ответ на это очевиден. Потому что Китай, мало того, что древнейшая цивилизация мира, так мир фактически начался китайцам. И, видимо, Китаем закончится, если верить в то, что искусственный интеллект всех нас добра не доведет. Потому что очевидно, что в ближайшие же годы, в ближайшее же время, мощнейшей экономикой мира останется Китай. Китай двигателем роста экономического, вообще прогресса, с этой точки зрения, как это умеет именно сейчас только Китай, будет оставаться Китай. И с этой точки зрения не учить китайский, как раз недальновидно, а учить китайский обязательно нужно. БРИКС в Казани россияне подают как главное событие. В столицу Татарстана приехали фактически все, кроме президента Бразилии. Но, как уверяют эксперты, Путину так и не удалось продавить свои предложения. Например, победить доллар. С одной стороны, это, конечно, пиар-успех, что приезжают многие. А с другой стороны, эта организация является достаточно таким многослойным объединением, в которое входят страны, государства, которые очень разнятся между собой. И они, в принципе, за всю историю существования, на самом деле, не так много было и достигнуто. Владимир Путин, как свойственно, ну, так сказать, стареющему красавицу, несколько преувеличивает свою привлекательность. Есть ли перспективы у БРИКС? Конечно, пока у России есть деньги, пока Россия, в общем, привлекательна для хищников, как ей кажется, наверное, да, такие-таки люди небрезкливые, готовые дружить, есть. Но надо помнить о том, что, во-первых, эта дружба рухнет, как это было уже, собственно, в 80-е, при первых видах перемен. И, во-вторых, БРИКС – это ведь, понимаете, не та организация, которая может сегодня указать миру модель будущего. Друзей в команде БРИКС у Путина скоро прибавится. Первый пункт, принятый в Казани резолюции – это наращивание стратегического партнерства. Стать страной-партнером изъявило желание Беларусь. Уже действующие страны БРИКС поддержали принятие Палестины полноправным членам ООН и выступили за всеобъемлющую реформу этой международной организации, в том числе и Совета безопасности. Вы знаете, что еще интересно? Накануне саммита стран-участникам организации БРИКС, который, как вы видели, прошел в Казани, местные власти пытались побороть любые проявления инакомыслия и задушить действия общественных активистов, дабы создать иллюзию полной поддержки политики Кремля. Как именно это проявляется? Сейчас покажем. С сегодняшнего дня и до пятницы в столице Татарстана, Казани, проходит саммит БРИКС. И в эти дни там введены беспрецедентные меры безопасности. В Казань для охраны саммита стянуты дополнительные сотрудники правоохранительных органов из других регионов. Местное население должно носить с собой паспорта. Также жителям настоятельно порекомендовали не появляться на улицах на старых автомобилях. Татарстанские силовики в преддверии саммита припугнули местных активистов, чтобы те даже и думать забыли о проведении каких-либо акций. В Казани активистам начали разносить предупреждения о недопустимости участия в несогласованных акциях перед саммитом БРИКС. Если не застают в квартире, оставляют повестку с требованием явиться в прокуратуру. Также поступают сообщения с угрозами. Вот один из многих примеров. В воскресенье утром силовики пришли в гости к журналистке Наиле Муллаевой, которая часто и много критиковала власть. Сотрудники ЦП, Главное управление по противодействию экстремизму, пришли к казанской журналистке сегодня утром и провели опрос о ее последних двух годах жизни и о ее планах по местонахождению в октябре. Визит предварительно связан с будущим саммитом. Повестки предупреждения разосланы заблаговеренно всем, кто хоть как-то высказывался против кремлевского режима. По закону такие письма высылаются только в случае, когда есть подтвержденные факты о готовящейся акции. А по факту их просто раздают всем неугодным. На практике в России достаточно просто голословных утверждений, что лицо такие намерения имеет. То, что в числе наиболее опасных проявлений экстремизма в одном ряду перечислены несогласованные публичные акции и массовые беспорядки, указывает на то, что в России любая протестная акция криминализуется и объявляется проявлением экстремизма. На время саммита закрыты школы, вузы, а также госучреждения. В детских садах работают только дежурные группы. Студентов нескольких казанских высших учебных заведений отправили на дистанционку и выселили из общежитий задолго до начала саммита. Центр Казани полностью перекрыт. Подобные ограничения и рассылка писем предупреждений уже имело место ранее в регионе. Весной 2022 и 2023 года подобные меры воздействия, но в версии «Лайт» уже применялись к казанским активистам, которые своими протестами могли испортить впечатление гостей столицы Татарстана от Международного экономического форума «Россия. Исламский мир». Татарстанские силовики хотят добиться полной тишины от местных активистов, так как это необходимо Кремлю. На саммите в Казани Путин ждет лидеров 24 стран. Это демонстрация того, что Путин не в одиночестве и что санкции его не касаются, а глобальный юг готов взаимодействовать с Россией. Ну и напоследок. Украинского и российского кинопродюсера Александра Роднянского в России приговорили к 8,5 годам заключения по статье о военных фейках. Что об этом думает сам Роднянский и как может измениться его жизнь в связи с этим приговором? Далее будем разбираться. 8,5 лет за решеткой Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского. Также ему запретили писать в интернете в течение 4 лет. Поводом для такого решения стали посты Роднянского в его соцсетях в 2022 году. В них он высказывался об атаке по роддому в Мариуполе, обстрелом гражданской инфраструктуры армии России в Киеве, Днепре и Запорожье. Судебный процесс проходил заочно. Адвокат Роднянского Ирина Никулина напомнила судьям, что ее подзащитный советский и российский режиссер со множеством премий, но в сложившихся политических обстоятельствах подвергается преследованию. Сам Роднянский отреагировал в своих соцсетях так. С приговором я категорически не согласен. Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи за военные фейки, не признаю. Всего несколько лет назад, накануне вторжения российской армии в Украину, я жил и работал в Москве. Мои фильмы выигрывали призы в Каннах, были дважды номинированы на Оскар от России, а спродюсированный мной Левиафан выиграл «Золотой глобус». Времена радикально изменились, и сегодня меня приговаривают за мои антивоенные посты в Инстаграм. Александр Роднянский – украинец, режиссер и успешный медиапродюсер. В 2002 году он перебрался из Киева в Москву, где руководил российской СТС-медиа. Фактически, Роднянский был в тусовке топов российского медиарынка, которые закрывали глаза на преследование неугодных журналистов и формировали культ Путина на телевидении. Кроме того, он срежиссировал ряд фильмов, в которых пропагандировали величие армейцев, а персонажи с Украины выступали тупыми селюками. В свое время он повторял, что сожалеет, что развалился Советский Союз, что он не очень одобряет это решение. А когда он переехал в Россию, он стал заниматься пропагандистскими сериалами. Среди прочего, мы знаем кадеты. Сейчас много мемов с кадетами, что они выросли и приехали в Украину, чтобы потом из нее уехать в черных пакетах. Вполне комфортно Александр Роднянский чувствовал себя в Москве и после аннексии Крыма и начала гибридной военной агрессии России на украинском Донбассе. Но, как признается, оставался с гражданством Украины, как ему не пытались вручить паспорт РФ. Уже после полномасштабного вторжения он покинул пределы страны-агрессора и стал писать так называемые антивоенные посты, которые, к слову, находили отголосок и у многих поклонников из Украины. При этом за последние два года Роднянский не раз попадал в скандалы. В Европе и США, где живет его дочь, его позиционировали как украино-российского режиссера, который нередко вписывался за не все так однозначных коллег. К слову, суд над Роднянским – самый длинный заочный процесс о фейках. Он начался в июле 2023 года, когда тот же басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера. Тогда Александр Ефимович сказал, что таким образом в России пытаются повлиять на тех коллег, что остались. Россию выбросили из всех международных организаций, например, из Интерпола. Поэтому не принимают запросы никто. Но, естественно, надо быть осторожным при поездке в те страны, которые поддерживают, ну, так называемые дружественные, по отношению к России государства, которые поддерживают с ними особые отношения. Вот я сегодня читал, например, что Киргизия арестовала кого-то, объявленного розыском в России, по-моему, девушку даже, и собралась отдать обратно России. Понятно. Я не знаю, что происходит в Казахстане. И это вопрос важный для меня, потому что я собирался снимать в Казахстане один из предстоящих проектов. Я не знаю, что происходит с Китаем. Я не знаю, что происходит с Индией. Я не понимаю, надо ли... Вернее, я понимаю, что не стоит летать маршрутами, предполагающими полет над Россией. Потому что может случиться то, что случилось вот недавно с самолетом в Магадане, который сел, индийский самолет, который с индийскими гражданами, который отправлялся в Сан-Франциско. А вот их посадили, они там провели несколько дней. Если я случайно окажусь при посадке самолета на территории Российской Федерации, меня немедленно арестуют. В начале 2024-го так называемое дело о фейках Роднянского передали новой судье и процесс стартовал заново с повторным допросом свидетелей и экспертов. Как правило, в России подобные дела долго не залеживаются в судебных канцеляриях. Но решение все-таки приняли не в пользу обвиняемого заочно. Именно поэтому, что сейчас он пребывает не в Российской Федерации, потому что у него есть критическое мышление. Он продюсер, который работал с медиа и очень опытный. Он может там, на Западе, где сейчас находится он, скажем так, может и сам иметь влияние. И его также могут использовать люди, которые действуют против Российской Федерации. Это мое личное мнение. И россияне это поняли. Возможно, был какой-то поступок, о котором мы не знаем. Есть же внутренняя история службы безопасности ФСБ, которая следит, возможно, у Роднянского. Были какие-то переговоры и принимаются подобные решения. В любом случае, у Александра Роднянского нет ничего в России, за что можно было бы переживать. Ранее он заявлял, что в такую страну, в которую превратилась РФ, возвращаться не собирается. На сегодня все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все будет Украина. Счастливо!